Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители! Я, Фролух Юрий Андреевич, хочу сейчас рассказать вам о ещё одном уникальном продукте. Это Иван-чай. Кипрей – уникальный древний продукт, древний напиток, который из него делали из этой травы, из этого растения. И по легендам древним славянским, а ещё с древнейших времён, упоминания, сказания, Иван-чая идёт, говорилось, что эти продукты, этот чай дали нам Боги. То есть передана была вот эта трава, семена, и распространилась она широко, особенно по Северному полушарию, потому что в тяжёлый климатический период нужна была поддержка энергии, сил, и эта трава давала огромное количество энергии и сил, а тем более во время войн, бед, несчастья нужно было подкрепляться, и для наших воинов это был огромный энергетический напиток. Вы знаете, это ведь действительно всё так, всё правда, он даёт энергии, но не простой, а действительно правильно ферментированный Иван-чай, и тут были целые столетиями развивались технологии. И к уже 19 веку, к 18, Иван-чай и раньше ещё за столетие, до того, начал экспортироваться, пик это 19-18 век, во всю Европу. Даже китайцы у нас закупали Иван-чай в огромных количествах, тысячами, миллионами пудов уходило это всё туда. Ну а потом Англия колонии свои в Индии открыла, собственно, колонизировала Великобританию, Индию, и тогда индийский чай стал уже поступать к нам в страну, а главное в Европу вначале. К нам в страну-то у нас всё-таки были традиции, а Европа, ну что ж, там в газетах стали порочить Иван-чай, стали писать заказные статьи, но это и есть холодная война, такая информационная экономическая война, когда стали говорить, наш Иван-чай, русский не пейте, он плохой, так сказать, там качество его, так сказать, и болезни вызывают определённые, даже так. Ну и, конечно, к 19-му, к концу, с самого начала 20-го века, его меньше стали уже закупать Европа и Китай, а индийский чай там и прочие колонии, это уже вот на первое место пошло. Тем более мы сами, как говорится, вот всё западное, всё европейское лучше, вроде бы с красивыми английскими этикетками, баночки с этим самым индийским чаем, завоевал наш рынок тоже активно. Ну что ж, дальше шли времена, и вот 17-й год, основные производства Иван-чая были в Копорье, это Ленинградская область, целые районы специализировались на этом, основная была структура, откуда экспорт шёл, производство, технологии, самые лучшие. Но, значит, всё это разрушили в Гражданскую войну, и вот потом только Лаврентий Павлович Берия по его указу, значит, до ещё войны в 30-е годы было восстановить указ производства, продажу, и действительно до войны в аптеках появился Иван-чай повсеместный, и были рекомендации, целые брошюры, как пить, заваривать. Ну так вот, значит, когда Гитлер напал на нашу страну, когда фашисты уже рвались к Ленинграду, Гитлер лично даёт указ несколько дивизий бросить на уничтожение Копорье, а ведь его восстановили перед войной. Он боялся этого почему-то, чтобы, наверное, уж потому что, по легендам и потому что наука немецкая знала, а это не просто так сказать на кофейной гуще гадания, он был опасен, потому что поднимал и дух, и крепость, так сказать, духа и силы физически, и вот действительно бросили, а генералы и маршалы говорили, да, не нужно, это же риск огромный, воинские части лишние от главного броска на окружение Ленинграда отзывать, всё может быть, это опасно, и тем не менее Гитлер вопреки и даже с вот таким вот риском это сделал, то есть это очень важно, значит, да, было не просто так. Так вот, ну что ж, после войны восстанавливать, конечно, не стали, не до этого была, страна была, так сказать, в руинах, потом просто забыли. Ну и только семьи хранили эти традиции во всех точках, где вообще не было сельхоздеятельности, не велась, а значит в почве много минералов ценных, которые ведь на сельхоз угодився, практически микроэлементы в пищу, которые вот годами, десятилетиями интенсивное сельское хозяйство было высосано из почвы, а там осталось, в таких местах, где полулесных, поляны и вот глушь, где не было сельхоздеятельности, тогда очень много минералов, это же самое ценное, что там есть, и только сложные вот эти симбиотические связи сотен видов растений дают эту силу, просто плантация, это бессмысленно, это как с травами, лекарствами ничего не будет, а это и есть лекарственная трава. И вот посмотрите, какой вот недавно заварил, значит, буквально перед съёмкой, ну там за 5 минут, причём так на скорую руку 5 минут, а надо-то хотя бы минут 15-20 либо в термосе, либо в керамическом чайничке, берёте чайную ложечку, я вот заварил побольше, потому что быстро мне надо было, так сказать, вот тут полтора литра, кружка, там ещё много в чайнике заварочном, и вот первой горячую воду слейте, потом насыпьте, залейте воду и сразу слейте, ну как с зелёным чаем классический вариант, или там с этими всеми тайскими чаями, вот это лучше всего так сделать правильно, ну а потом уже вот заливаете, накрываете тряпочкой, либо термос, и вот минут 20-30, и будет великолепный чай, он до 7 раз, до 8, и даже больше можно заваривать, пока цвет сохраняет. Так, значит, конечно же, можно иван-чай смешивать с какими-то травами, мята, душица, кстати, в душицу очень много селена, очень полезная трава, пользуйтесь. У нас тоже очень много трав, лекарственных, лечебных, правильно собранных в экопоселениях, ребятами, со знанием дела, смотрите в нашем прайсе. Ну, что ещё могу сказать? Значит, конечно, можно со зверобоем, с чагой, очень полезной, хорошей комбинацией иван-чая. Ну, а продукты, как я напоминаю, это часть нашей жизни, это наше здоровье, если они качественные, экологически чистые, да ещё содержат в себе те полезные вещества, которые должны быть для нашего организма, но, к сожалению, современной пищи их нет. Вот я веду ещё над этим активную работу, это непростая работа, но, тем не менее, как говорится, буду вас тоже информировать, просвещать. Ну, и, пожалуйста, значит, как говорится, пробуйте, хочу вам пожелать крепкого здоровья, пейте прекрасный иван-чай, заваривайте до 70 градусов, не выше, иначе многие вещества разрушаются, буквально 10 минут в термосе, 20-30, и всё, великолепный чай готов, либо, значит, в чайничке накрытый полотенцем многослойно, такой, как раньше, или бабу сверху клали вот эту вот, значит, и пейте. Ну что ж, всего хорошего вам, до новых встреч, до новых роликов, в том числе о наших чудесных продуктах. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»